Здравствуйте! 4 дня назад я снимала видео, которое начиналось с показа именно этого куста бегонии. В тот же день я перевалила его в горшочек побольше. И мне кажется, что он за эти 4 дня заметно подрос. Вы можете сравнить куст в сегодняшнем видео с видео 4-дневной давности, открыв его в новой вкладке. Посмотрите, какой он стал большой. И вскоре ему понадобится следующая перевалка. Не знаю, недельки, может быть, через полторы, через две. А сегодня я буду отделять лишние побеги. Снимать их буду для дальнейшего укоренения, так сказать, для размножения. В прошлом видео я говорила, что не нужно на клубне оставлять больше 3 побегов. И это имелось в виду на очень взрослом клубне. Ну, как раз у нас здесь такой и есть, очень взрослый клубень. Больше 3 побегов мы не оставляем. Здесь мы видим 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вот 7. 7 тут просыпается, видите? Ну, я пока хочу оставить здесь 2 самых сильных побега. И вот один еще маленький. Я просто его таким маленьким снять не смогу. Ну, то есть, смогу, но у него будет мало шансов на успешное укоренение. То есть, я рискую потерять его. Поэтому я сниму те, которые уже достаточно выросли для дальнейшего размножения. Делается это очень-очень просто. Сначала мы визуально оцениваем, какие тут самые сильные. Вот мы их оставим. Самый сильный у нас, очевидно, вот этот вот. И еще второй самый сильный. Так сказать, на втором месте. Я считаю, что вот этот. У него просто стволик самый такой толстый. Сравнительно с другими. Итак, берем как можно ниже. Мне немножко неудобно. Я сейчас подстроюсь. Как можно ниже берем пальцами двумя. И слегка так наклоняем по разные стороны. Вот. Я уже чувствую, что он оторвался. Вот. Прекрасный у нас черенок. Я позже расскажу, что с ним делать. И сниму пока остальные, которые мне нужно снять. Опять вот так. Раз и все. Он уже снялся. Вот. И этот тоже готов. Вот. Так, я хотела еще снять вот этот. Но сейчас вижу, что он вроде как немного маловат. Не буду пока снимать. Но позже я его тоже сниму. Несколько дней дам ему. Он подрастет. И сниму. Так, по поводу этого куста. У него будут в дальнейшем еще перевалки. И когда-то он вырастет и станет большим кустом. Войдет в фазу цветения. И будет выглядеть следующим образом примерно. Будет на нем два побега. Размещенных на вот таком приличном расстоянии друг от друга. И когда мы будем поливать этот куст, этот горшок. Ну, не этот горшок, а уже следующий. То мы будем помнить, что здесь у нас клубень. То есть мы сюда воду лить не будем. Мы будем поливать по периметру горшка. Еще раз хочу напомнить, почему мы на взрослом клубне оставляем не более трех побегов. Если мы оставим все, которые здесь были, если бы мы их не сняли, то эти побеги затеняют друг друга. Они не дают доступа света достаточного для развития нормального. И они бы вытягивались. У них были бы слишком вытянутые стволы. Это очень некрасиво. В общем, мы это делаем ради красоты. Так нужно. Еще хотела сказать про большие клубни, которые дают много побегов. Вот маленькие клубеньки, которым там полтора года отроду, они, как правило, дают один, два, ну, может быть, три побега. То есть они дают побегов мало. А вот так много побегов, как вы видели на этом кусте, дают клубни, которым года уже три. То есть вот года три мне нужно было растить растение, чтобы был такой клубень, с которого я могу снимать черенки на укоренение. И это я рассказала к вопросу о том, почему они у меня такие дорогие. И к вопросу о том, почему у меня в наличии нет всех сортов. Почему они у меня постоянно в дефиците. Да потому что их невозможно намножить много. Вот такой у нас сегодня улов из трех прекрасных черенков, которые я буду ставить в воду. Раньше я их все сажала сразу в увлажненный субстрат и ставила в тепличку. Сейчас я не могу себе этого позволить, потому что все места, где можно разместить теплички, у нас заняты под сеянцы. И поэтому мне приходится с черенками ютиться уже где-нибудь. То есть я их ставлю в стаканчики с водой и расставляю в пустые ячейки в палетах, где я вижу место. Обязательно подписываем название сорта. Это ДС Весна. У нас есть видео об укоренении черенков. Я вам очень рекомендую его посмотреть. Воспользуйтесь поиском по каналу и найдете это видео. Укоренение черенков оно называется. И сейчас я покажу, сколько воды я наливаю в стаканчик для укоренения черенков. Совсем-совсем немножечко. Вот все. Вот столько. И не больше. Может быть даже меньше. Как вы видите, я срезы, ну не срезы, а место слома, ничем не обрабатываю, не подсушиваю. Тут я только отделила их от клубни, а тут же я их уже ставлю в воду. И все будет с ними нормально. То есть все вот эти вот манипуляции, которые, ну там, кто углем присыпает, кто, я не знаю, чем еще, это все. Это все лишнее. Оно и без этих манипуляций все отлично получается. Я сейчас опять наливаю водички. Вот, достаточно. Просто нужно будет, даже много слишком, я сейчас солью лишнее. Просто нужно будет довольно часто проверять уровень воды. Вот, корни они пускают быстро. Через неделю я уже, скорее всего, смогу эти черенки посадить в субстрат. Через неделю где-то я посажу их в субстрат, а месяца через полтора они будут готовы к реализации, и вы можете их заказать. И пока я не забыла, я хотела в этом видео еще сказать о субстрате. Самый часто задаваемый вопрос на нашем канале, а также в наших соцсетях или на почту, это в какой субстрат сажать бегуньи, ну или стрепцы, или фиалки, кто о чем спрашивает. То есть самые частые вопросы касаются субстрата. Уважаемые зрители, мы сняли много-много видео на тему профессиональных субстратов. Пожалуйста, воспользуйтесь поиском по каналу, и вы найдете целую подборку таких видео. Показывая вам сейчас в кадре бутончик нашего нового сорта абрикосовый джем, я завершаю это видео и приглашаю вас присоединиться к нашему сообществу Viber. Ссылка на сообщество будет под видео в инфобоксе. Это если вы смотрите этот ролик на YouTube. До новых встреч, до новых видео. Можете задавать свои вопросы касаемо темы, освещенной в этом ролике, в комментариях. Пишите, пожалуйста. Пока.